Сегодня агрессор совершил, наверное, самую масштабную атаку именно силами дронов. Было запущено несколько волн шахедов, которые вошли в воздушное пространство Украины с нескольких направлений. Как уже не раз отмечалось, от места запуска до границы Украины долетают не все дроны и даже крылатые ракеты, которые потом находят на территории самой Московии. Причем уже точно известно, что когда имеется возможность замолчать инцидент нештатного схода КАБа, падения ракеты или дрона, это делается четко и безусловно. А до публики доходят исключительно такие случаи, когда потеряшка была обнаружена гражданскими, и они успели все это снять и выложить в сеть еще до того, когда из их гаджета товарищ майор успел все удалить. А это значит, что все известные случаи потери боеприпасов, в том числе и шахедов, надо умножать в несколько раз. И тогда получится более или менее корректная картина реального количества боеприпасов, использованных в данном конкретном налете. Здесь мы это вспомнили, отталкиваясь от данных, представленных нашими ВВС, и которые выглядят следующим образом. Согласно этим данным, воздушное пространство Украины, подконтрольное ВСУ, зашло 89 шахедов и одна крылатая ракета. Все это было сбито, но вот количество дронов 89 указывает на то, что стартовая платформа была недогружена хотя бы один раз или запущена больше дронов 90 или 100. Мы склоняемся ко второму показателю. Сам противник сообщал о том, что в отдельном залпе ракеты дронов может произойти от 10 до 20% отказа. Что-то может не уйти со стартовой платформы, а что-то упасть в десятках метров или километров от места запуска. Поэтому склоняемся к тому, что Путин заказал залп из сотни шахедов. Ему не раз докладывали о том, что ВСУ запустили сотню своих дронов по территории России. Хотя на самом деле Халуи вполне могли и соврать, чтобы показать царю, что дежурные средства ПВО сбивают просто гигантское количество воздушных целей. И вот царь приказал собрать и запустить ровно 100 шахедов. Наверное, идея состояла в том, что из этой сотни хотя бы десяток долетит до целей, и это уже будет хорошо. С другой стороны, враг явно пытается вымотать и истощить нашу ПВО перед масштабной ракетной атакой, которую они готовят уже примерно неделю. Видимо, они ждут захода самолетов F-16, чтобы встретить их такой массой ракет. По крайней мере, уже есть достаточно много сообщений о том, что стратегические бомбардировщики, включая Ту-160, уже находятся в полной готовности к массовому боевому вылету. А все субмарины, носители ракет «Калибр» вышли в море. Так что вот этот массированный дроновый налет следует рассматривать в таком контексте. Но тут у лаптей будут явные проблемы, поскольку в основном дроны сбиваются средствами, которые не будут задействованы для борьбы с крылатыми ракетами. Более того, даже средства обнаружения дронов не те. Но фюреру такого не рассказывают. Но тем не менее, 89 уничтоженных дронов из 89, безусловно, являются выдающимся показателем. Ну а в завершении этой темы оставим открытой загадку, которую каждый может решить на свой вкус, но, безусловно, не опубликовать разгадку. Все мы помним, что одно время чуть ли не каждый второй воздушный налет, в котором противник использовал все от дронов до кинжалов, приходился на стрый, а вернее на инфраструктуру огромного подземного газохранилища в недрах Львовской области. А теперь это место не фигурирует в перечне целей противника. Вопрос простой. Почему так? Мы знаем ответ на него. Но каждый может его вычислить самостоятельно. Удивительным образом, на России случилось как минимум три пожара в очень чувствительных местах, разнесенных между собой серьезной географией. Первый из них случился во временно оккупированной Керчи. Тут надо отметить, что хоть слово «пожар» и имеет единственное число, но горело там сразу в четырех локациях и, что самое главное, одновременно. Помнится, в своих пабликах лапти комментировали диверсии на французских железных дорогах и оптиковолоконных магистралях просто ошибками эксплуатации оборудования. И то, что оно вышло из строя в разных местах, разнесенных на сотни километров, их ничуть не смутило. И надо же так случиться. Ровно такое же происшествие случилось и в указанном населенном пункте. Пожары вспыхнули сразу в четырех местах и не абы где, а каждый раз на электрических подстанциях. Это просто калька с французских случайностей и потому тут не о чем говорить. Ведь опытные игроки на бильярде могут одним ударом загнать в лузы четыре и более шаров. Так почему не поверить в то, что и в Керчи покурил курильщик-инструктор или мастер-курильщик? В общем, город остался без света точно так же, как ранее железнодорожный паром примерно в этом же месте остался без настроения. Но если взять карту и подняться по ней севернее, то примерно в то же время в городе Ростов-на-Дону возник еще один пожар на складе промышленного предприятия. Но, как говорят местные жители, вместительный склад был только номинально закреплен за предприятием, а на самом деле в нем находились какие-то хорошо горящие комплектующие для дронов. В результате пожара сгорел сам склад и его содержимое, как в той старой песне про маркизу. В общем, дымом затянуло весь город и скрыть этот факт не удалось. Но и это еще не все. На Урале в городе Екатеринбург, или как его местные называли «катер», загорелся цех военного завода НПО «Автоматика». Предприятие производит систему управления для изделий военной промышленности и для космических комплексов. Как сообщают источники с места происшествия, в этом цеху находилось большое количество химического сырья и того, что из него производят. Сначала было официально сказано, что пожар охватил около 100 квадратных метров и что соответствующие службы все контролируют, но буквально следом сообщили о 500 квадратных метров пожара, а потом и тысячи. Далее уже про площадь речь не шла, поскольку произошло обрушение кровли, а затем сложились и стены. О том, что пострадало ли оборудование, сырье и продукция внутри этого здания, сообщений не поступало. Но исключено, что оно там испортилось. В общем, в Керчи, Ростове и Екатеринбурге сегодня горело очень удачно и, скажем так, намного удачнее, нежели туда прилетел бы дрон. Оказывается, что даже больший эффект можно получить вовсе без дронов. Ну а то, что ночью в Курской области выгорела еще одна нефтебаза, мы не ставим в один ряд, поскольку случилось это по другой, более произаической причине. Как это часто бывает, мимо пролетал наш дрон, но дежурные средства ПВО его сбили, а вот обломки упали на территорию нефтебазы. В результате нет ни обломков, ни нефтебазы, ни территории. Но это другое. В сети появился кусок видео с речью главы Центробанка Набиулиной, которую в конце прошлой недели разобрали на цитаты. Там она говорила о том, что экономика Рейха вышла на предельные обороты и что расти ей физически некуда. Понятно, что она не погружалась в причины такого положения дел, ее задачей всегда было сдерживание ключевых показателей, отражающих состояние экономики в заданных пределах. И в общем до последнего времени это удавалось, но теперь она прямо заявила о том, что ресурсов для удержания позиций уже не осталось. Просто отметим, что речь была посвящена повышению учетной ставки до уровня, которого нет ни у одной крупной экономики мира. Собственно говоря, она как раз и обосновывала этот шаг теми аргументами, которые пресса разобрала на цитаты. Но там было еще кое-что, чего нам не довелось встретить ни в прессе, ни в социальных сетях. В речи это проходило фоном, но на наш взгляд это может оказаться самым ценным из-за всего того, что она сказала. А сказала она о том, что показатели роста ВВП, динамика инфляции и ряд других показателей оказались намного хуже, чем это было отражено в различных прогнозах. Мало того, по ее словам, расхождение в прогнозах, ставшее явным во втором квартале, имеет тенденцию к ускорению в направлении негативного развития ситуации. Именно поэтому было принято решение выбрасывать якорь в виде повышения учетной ставки. При этом она завуалированно отметила, что очень надеется на то, что эта мера окажется своевременной или хотя бы не запоздалой. По ее словам, ситуация может войти в такое русло, что на нее уже не смогут влиять никакие инструменты. Еще она обратила внимание на то, что несколько месяцев назад, отвечая на вопрос о том, возможно ли повышение учетной ставки, она объяснила, что такое возможно при срабатывании четырех триггеров, указывающих на негативный сценарий и по состоянию на сегодня все четыре фактора уже налицо. А это означает, что прогнозы на позитивное развитие событий оказались несостоятельными. Переводя все это на людской язык, Набиулина сказала, что ситуация в экономике уже идет не по плану. Понятно, что она не может прямо оппонировать Путину, но свое «фе» она не просто сказала, но и повысила учетную ставку выше психологического барьера, перед которым еще можно было говорить что-то в стиле «все нормально». Проще говоря, все, что можно было сделать руками, она сделала, и теперь, если не умывает их, то предупреждает о том, что дальше руками уже ничего не сделать. В общем, те, кто застал совок, должны помнить о том, что там тоже пытались удерживать макроэкономические показатели вручную. Мол, у нас инфляции нет и вообще кругом красота. Но в какой-то момент публика поняла, что незыблемая цена на колбасу 2.20, конечно, классна, только вот хорошо бы к этой замечательной цене иметь и саму колбасу. А вот с этим оказалось не все так однозначно. Ее, в принципе, можно было уже не купить, а достать, и не по 2.20, а просто по 20. И в это же время продуктовые магазины стали напоминать обиталища мух и тараканов. И все это стало следствием решительной борьбы за красивые макроэкономические показатели. И вот прямо сейчас читаем их осведомленные ТГ-каналы. Жители трех регионов пожаловались на пустые полки в «пятерочке». Это связано с оттоком мигрантов. О нехватке продуктов в магазинах сети сообщили жители Ярославской, Ивановской и Костромской областей. В супермаркетах пустуют полки с напитками, в основном водой, морепродуктами, хлебом и овощами. По словам ярославцев, полки в магазинах начали пустеть минимум с 20 июля. Вода пропала также из части магазинов в Рыбинске, Ярославской области. Больше недели полки пустуют в Костроме. Несколько недель проблема существует и в Ивановской области, говорят сотрудники «пятерочки». Хотя публично жаловаться на это ивановцы начали только в конце июля. Покупателям в магазинах отвечают, что у сети проблемы с логистикой. В совке все беды были от неурожая, вызванного небывалой засухой или другими природными явлениями. Теперь во всем виноваты мигранты и почему-то именно в этих трех областях. Что же, видимо, мадам Эльвира тоже помнит о том, как оно было в совке. Поэтому и предупреждает всех тех, кто способен это понять. А именно, музыка перестает играть. Вчера стало известно о том, что Израиль избрал собственный вариант ответа на убийство 12 подростков на Голанах. Вторжение на территорию Ливана не случилось, но был осуществлен точечный удар по пригороду Бейрута, где находится анклав Хезболы. В результате был уничтожен второй человек в иерархии Хезболы, Фуад Шукр, а первое лицо Исмаил Хания, сразу после того, как стало известно о гибели детей, смылся в Иран. От греха подальше. Примерно в два часа ночи, находясь в своей резиденции, расположенной в Тегеране, был уничтожен. Вместе с ним погиб один из его охранников. Вот как это описывает издание «Иерусалим-Пост». Лидер Хамас, Исмаил Хания, был убит в Иране, подтвердил Хамас в среду утром, заявив, что за нападением стоит Израиль. В заявлении террористической группировки говорится, что они оплакивают смерть Хании, который, по их утверждению, был убит в ходе вероломного сионистского рейда на его резиденцию в Тегеране. Согласно заявлению Ксир, Хания вместе с одним из его охранников был убит в своей резиденции в Тегеране, а саудовская газета «Аль-Арабия» сообщила, что он был убит примерно в два часа утра в среду. Вот, собственно, заявление Ксир. Сегодня утром в Тегеране был нанесен удар по резиденции господина Исмаила Хании, главы политического офиса сопротивления Хамас. И после этого инцидента он и один из его телохранителей стали мучениками. Причина расследуется и будет объявлена в ближайшее время. При этом пока нет подробностей самого процесса ликвидации. Это может быть как ракетный удар, так и привет от самолета-невидимки. Но, возможно, эту операцию провела штурмовая группа, которая уже давно находилась в Тегеране для исполнения именно такого задания. В любом случае, одиозная фигура была ликвидирована в месте, которое она считала наиболее безопасным. В самом деле, смывшись в Тегеран, Хания решил, что уж там его тушку точно не достанут, поскольку здесь он будет под защитой не простых полотенец, а грозного Ксир. И, как мы видели, он не прогадал. Ксир тут же опубликовал трогательные соболезнования. И вот теперь можно с уверенностью говорить, что Израиль пошел навстречу всем тем, кто уговаривал его не осуществлять вторжение в Ливан. А ограничиться ударами исключительно по Хезболле. Напомним, всех насторожила переброска израильских войск к границе с Ливаном. Но, как выясняется, это была превентивная мера или отвлекающий маневр. А ликвидация самой верхушки Хезболлы стала просто классикой жанра и вполне адекватным ответом за гибель детей. Кроме того, Израиль послал сигнал первым лицам полотенец и их халуям о том, что способен достать их где угодно и сделать не просто мучениками, но кручениками. Этим актом он как бы предлагает сыграть в игру. Угадай, кто следующий. Ну а нам из этого надо сделать свои выводы. Оказывается, нет ничего невозможного и вынести вперед ногами любителя гимнасток, собак и детских животиков можно, а скорее нужно. Причем сделать это надо так, чтобы лаптям было страшно за бесцельно прожитые годы. Субтитры создавал DimaTorzok